всем здравствуйте моя коллекция метельчатой гортензии увеличивается потому что есть у людей роза мания у меня какая-то роза гортензии гортензия мания хочу показать вам что ко мне пришло потому что я думаю что некоторые будут спрашивать может быть череночков как бы на осень чтобы вы видели что действительно я получила такие саженцы они сочинила что-нибудь что они у горденлайт у меня уже будет pink light вот такой в принципе вот эти из горденлайта все саженцы хорошие корневая у них тоже отличная смотрите белое всасывающие корешочки видно что их держали еще ну в нормальной температуре потому что вверх сильно у некоторых в рост не пошел а корешочки всасывающие пошли весну они почувствовали буду я у некоторых уже немножко ком так раз распотрошила я вам покажу как и буду пересаживать пока в трехлитровые горшки потому что такие саженцы можно уже их 10 сажать но буду в трехлитровые потому что нет пока у меня 10 литровых среди какие хорошие стволики вот если бы знаете если вы вот получили такой саженец он сантиметров я думаю 12 а я бы обрезала просто я хочу взять череночки я бы обрезала вот так вот да видите вот это вот 2 верхняя потому что тут близко очень срезано почки вот эти почки будут недоразвитые вот так срезать но когда вот эти листочки достигнут чуть-чуть подрастут и срезать вот эти видите все эти срезы прямо идут ой не фокусируется срез прямо идет как бы на почки увидите поэтому срезаем как бы вот так вот это у меня кто будет pink light red light такой тоже крепенечки корешки везде отличные вот эти я тут распотрасила им говорю что эти корни но сантиметров 30 даже хорошая белая всасывающая эти где-то видимо были потеплее может быть коробках пока пересылали вот и вот такие которые мы получили можно сразу ведь и когда они уже в неспящем виде можно очень низко не обрезать ну конечно все тонкое если не хотите на черенки оставлять все вот видите тонкая вот это вот сухое все удаляем оставляя нижние почки и сразу у вас будет крепкий такой кустик ну я может быть посажу и потом покажу вот если в таком виде значит дождемся чтобы они подросли хорошо и будем нормировать удалять лишнее чтобы сформировать там пять-шесть эти сорта низкорослая поэтому можно оставить побольше чтоб кустик был такой пышнее кто тут ой кто тут у меня так это у меня garden light лемонлайт видите это был спящий саженец корешочки вот тоже белая всасывающие корешочки кто у меня забыла лемонлайт интересная будет видимо она не краснеющая зеленая или или такая вот сливочная лемонт потому что и green light у меня по моему вот green light есть а это лемонлайт очень такая крепенькая крепенькая вот эти обрезать все что вот это вот вот обрезаем вот так тут можно это оставить уже на следующий год посмотрим когда почки так созреют потому что все таки вот эти саженцы я заметила знаете что может быть действительно чем-то обрабатывают нижние почки туго просыпаются ну я вам покажу потом на других потом у меня bright light два стволика крепеньких такие жирные 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 почки видите все их укореняли в кассетах bright light это новинки green light вот тоже кассета аж выперла green light их тут у меня это тоже новинка xs light по-моему я вот этот xs корешки распотрошила зарите какая тут длина ну сантиметров 30 конечно я это подрежу чтоб 5 литровый горшочек вот и буду сажать в торф кислый и добавлю хорошо перепревший конский этот навоз у меня нужно практически перегной удобрение смокот заложу ну и вот так будет они у меня возьму череночки буду спускаться вниз я вам покажу на других сортах значит вот и у меня еще есть garden light только я не знаю из этой серии или нет white light очень красивая с резными листочками если она из этой серии значит у меня уже будет этих light of lemon light red light pink light xs light green light и bright light значит будет у меня 7 уже саженцев так потом вот такой череночек это тоже новинка по-моему будет этого года milk and honey молоко и мед напутано тут такого напутано-напутано много очень такая прям метелочка среди приглядывая сюда видим что тут есть почечки вот я надеюсь что они все у меня за цветут эти вот там есть почечка если бы не не черенки обо все обрезала низко как я вам показывала раньше тут чуть-чуть белых всасывающих слегка так залито но это тоже не страшно так значит это у меня milk and honey фисташка новинка двадцать третьего года это писташу я тоже тут распотрасила такие корни коричневые мягкие но есть маленькие всасывающие белые тоже не так страшно буду сажать в рыхлый грунт он еще практически спящий концы тут естественно видите не вызревшие но это тоже не страшно все тут вот есть все тут живенькая все тут есть значит еще у меня будет писташу потом кто у меня еще аппетит флоре у меня есть большой пятилитровый горшочек но вот такой пришел еще сариться вот корешки тоже белая еще вот такая аппетит флоре интересно так просыпается и на том только верхушки и спускаясь вниз ну и тут так так потом новинка двадцать третьего а еще вот литл рози две кассеточки у меня такие сетесь какие кассеточки литл рози маленькая роза две штучки у меня такие потом кто у меня литл лав литл лав маленькая любовь ведь такие кассетки тоже из кассеточки вот тут меньше корешочки но они живенькие и вот с такой кассеты дорастут за сезон до 10 литрового горшка посмотрим как нарастут может даже и зацветут у и в кассете у меня еще indian summer в общем в кассете вот так что еще у меня за новинки кто-то я показывала magical килиманджаро у меня есть но я сомневалась в сортности поэтому заказала еще magical килиманджаро но как бы по веточкам смотрю вроде бы это у меня настоящий magical килиманджаро тоже в принципе саженец европейский хороший белые всасывающие так кто ты это magical mount маун фуджи вот такой саженец видите с открытой корневой системой не буду развязывать корешочки все тут есть почечка надломана почечки все живые до самого низа крепенький крепенький такой саженец вот сверху обрезан так потом еще у меня но еще покажу какая гортезия у меня еле живая из всех полученных вот это еще новинка видели я вам показывала цветение прошлого года серии би би грин красивучая би свит у меня есть би хэппи она из другой немножко серии это не серия би а вот эта новинка би джей би грин есть а это биджей смотрите тоже почечки наклюнутые ну тут голая корневая система они у меня в воде были я их замочила вчера только забрала эти саженцы вот они у них два с одной хочу сделать череночки а другую уже конечно чтобы зацвела вот так ну и еще литл лайм у меня панч литл лайм там еще что-то покажу в парнике стоит а это литл лайм прайм посмотрите это из американской селекции вот такой вот такой пришел саженец ну как они такие лохматенькие лохматенькие живые и корни так ну сейчас я постараюсь поставить покажу вот этот литл лайм прайм смотрите какие тут высыпается эти какие тут корешочки вот они видимо тоже содержались в правильных условиях они проснулись при не сразу резко с холода в тепло видите они просыпались в холодной температуре потому что верх не пошел резко в рост пока корни были спящие видите пошло корешки стали молодые всасывающие появляться и одновременно стали набухать почечки поэтому тоже сильно тут видите даже расчесывать нечего ну конечно я выровняю эти корешочки вот подровняю ну конечно это уже не в 5 литровый найду больше горшок наверное литров 15 сразу посажу и пока корешочки сцепятся с грунтом они я не в парник и и вынесу чтобы резко все пошло а еще постоять в предбаннике там где у меня температура сейчас 5-7 градусов вот такая чтоб не сразу 18 и было чтобы знаете мы заносим в высокую температуру что сразу стволики начинают просыпаться идут в рост на корня корневая тормозит мне нужно чтобы это было все одновременно не спорте то что я имею вот так вот такой у меня это лайм little lime prime так ну вот смотрите еще леди матахари крупнолесная коллекция у меня есть но мимо леди матахари пройти не могла палец как бы зимой стоишь тукаешь а сейчас получаю и сама получаюсь в каком-то шоке сколько у меня новинок как я совсем справлюсь ну еще одну себе сбежавшую ой сбежавшую невесту оригинал купила в горшочке вот уже такая стоит в предбаннике все эти крупнолесные так ну вот сейчас покажу это тоже моя новинка крупнолесных я и получила неделю две назад это будет сорт фрисби блю это спящие были они из холодильника в спящем таком состоянии замороженном были держалась тоже нельзя сразу заносить их в дом она была у меня при вот плюс 3 плюс 4 и до сих пор она стоит в предбаннике предбаннике света там недостаточно не могу сказать но смотрите листья зеленые но зато она крепкая потому что было у меня такое что я сразу они спящие в холодильнике хранящиеся а я ее притащила в дом простояла она немножко пока были какие-то силы потом листья стали вянуть потому что потому что стали веточки выгонять побеги то что я вам говорила вот об этой гортну что тут буду делать веточки стали выгонять побеги корневая еще была спящая и все и стали они у меня завидать поэтому все идет одновременно корневая там просыпается ну и вверх в холодной температуре так это у меня кто это у меня тоже новинка то я попозже получила летал candy ли пол ход пинг вот был спящий стоит в предбаннике пока в теплицу не выношу листочки видите такие так ну и покажу какие у меня гортензии те которые я получала раньше и вот я заказывала две гортензии саммер бриз одну посадила она у меня проснулась я уже много наделала череночков и в общем в рост она пошла а вот это тоже я ее посадила обрезала обрезала побеги у этой побеги пустили пусть побеги пустили ростки понимаете вот она живая побеги пустили ростки но корни я смотрю что-то она у меня ну никак но никак не просыпается выкопала и смотрю совершенно нету белых всасывающих корешочков хотя тут смотрите корни белые корни нормальные еще у меня такой вариант замочить полностью не не ну не в доме нигде не в парнике замочить полностью вот с этими ветками обрежу все пониже ведь я я я ее обрезала сверху вот живое зелененькая туда но она не просыпается обрежу пониже ну не совсем там прям низко да вот обрежу слегка пониже и замочу полностью на пару дней такая ее только отмачивала как бы корешочек вот почки тут есть они чувствуются но никак не просыпается замочу вместе с корневой системой ну и в общем эти створиками потом посмотрим посажу в рыхлый грунт ну и сверху создам парниковый эффект посмотрим что получится с ней живет она или нет вот это у меня summer breeze а покажу сейчас другой одновременно одновременно покупала а вот смотрите вторая summer breeze вот она посидите сколько уже я уже брала сверху череночки я ее беру снизу она отрастает пускает эти побеги я ее срезаю и снова видите уже снова наросли можно брать и спускаться вниз внизу нижняя не беру вообще но она просыпается у меня сверху вот до какой стадии не буду я слишком низко брать эти череночки чтобы она в общем живой все таки была вот это пиксио такая была у меня лохматая лохматая видите внизу которая она стала выпускать побеги я их не трогаю 4 оставила таких жирных ну и будет цветение думаю что то еще проснется внизу видите хочу конечно череночков и хочу увидеть цветение поэтому сильно я их уже не режу так вот этой серии так ли то лайм панч вот тоже брала череночки набрала и видите просыпаются просыпаются по низу но именно у этой гортензии видите немножко такой хлороз какая-то у с ней проблема листья такие вот хлорозненькие светло-салатовая но просыпается я вам говорила посадила держала в холодных условиях потом занесла в дом сверху взяла череночки но сейчас уже на улице хорошая погода тут больше влажности я их вынесла в парник это у меня quick fire fab вот такой вот просыпается череночков набрала много там стоит у меня петит стар тоже брала череночки но хочу больше оставить куст большой хочу увидеть цветение так кто-то еще у меня спрашивал про саммер санлайт санлайт вот у меня я срезала веточки ну вот так наверное видите как я обрезала срезала веточки когда она пустила в воде побеги укоренила у меня уже наверно десять штучек санлайтов есть а эти в грунте до сих пор стояли в предбаннике в парник не выносила чтобы корешки начали работать сцепились с грунтом и только вот буквально позавчера вынесла сюда но у меня еще тут два бунфаера вчера заказала тоже вот вот тоже так какие тут корешки это вчерашние новое видите есть всасывающие так кто тут у меня еще вот это петит петит флори видите я заказала маленькая там бы наверное ну в этом горшочке каком-то маленьком видите также просыпается только сверху но череночков дала ну достаточное количество вот снизу маленькие только почки набухают ну хочу конечно увидеть не буду обрезать очень низко пускай будет в этом году лохматенький кустик это низкорослый сорт я думаю можно низко обрежу только вырежу совсем потом уже вот вот тут вот такой вот лохудри какие-то тоненькие вот их вырежу но пока говорю хочу череночка взять формировать думаю буду на следующий год вот так выглядит мой аппетит флори а но еще покажу так краса лескова смотрите вот осенью получала обрезала на одну почку видите наделала череночков и 100 неких побегов и вот она проснулась выдав мне 4 4 побега будет так потом это блуди мари 1 стоит в доме у извините 1 стоит в доме я их разделила эту я обрезала и веточки ставила в воду а вторая в доме ну тоже наделала череночков и стой а это стояла ну своей жизнью жила это пиксио по осени куплено на одну почку обрезана это бонфаер на одну почку обрезан видите два выдала так я вам потом говорила я еще покупала по весне ой осенью это star rose смотрите просыпаются такие корявки корявки были просыпаются вот и тиклик тиклит пинг пинг мне думалось что она вообще не живая так куда-то ее поставить мне казалось что она вообще не живая но просыпается вот тут вот есть почечка а это мой прошлогодний черенок укорененные с почечкой лаймлайта я вам обрезала показывала что я делала обрезку на одну пару почек посреди 5 веток это я хочу показать неверующим кто не верил что вот именно после обрезки можно поставить в воду когда нарастет побежек мы его отламываем и именно это лаймлайд но каждый сорт конечно ведет по-разному лаймлайд это мощный сорт поэтому там и такой побег крепкие корни были очень большие вот они в пятилитровом сейчас горшке таком но к ну корни конечно я высажу в открытый грунт его потом вот посмотрим и сейчас они сантиметров уже 12 и в диаметре вот эти стволики наверно около пяти миллиметров вот что-то три-четыре вот два по пять вот ну это у меня панфлора буду нормировать я их не вовремя вынесла из парника в общем не вынесла и они у меня рано стали вегетировать мои вот эти саженцы мои то есть гортензии вот поэтому такие вот они у меня вот видите это у меня кто-то вот это обрезанная показывала вам обрезку вон в рыжем таком горшке это поле стар так одежишь самарская лидия которую я делила вот самарская лидия которая поделила на три части вот снова у нее пять побегов буду выберу оставлю только три остальное срежу оставлю три для крепости куста так ну в общем вот что я хотела вам сказать поделиться своими новинками и наверное нужно все таки как-то слегка остановиться справиться бы со всем тем что у меня есть потому что кто еще у меня заказывал гортензии знаете они у меня на разные стадии и я еще хочу и новинки черенковать поэтому ну каждый с ума сходит по-своему ну как-то у меня какое-то временное помешательство на гортензиях вот поэтому попозже в к июню где-нибудь вот кто просил к июню потому что все не успеваю смотрите и эти надо и те нужно в общем куча куча всего я одна я не думала что в общем так это меня затянет спасибо за понимание ну и до новых встреч то при всех и Продолжение следует...